Все новые указы и постановления воспринимаются поначалу настороженно, с опаской, но привыкая, начинаешь понимать, что ничего страшного в них нет. Такого мнения придерживается индивидуальный предприниматель Людмила Зинич, которая уже не первый год имеет свой бизнес. Работает с Россией, а потому новые правила коснулись ее напрямую. Покупаю товар в Российской Федерации по накладной с товарным чеком. Этот товар привожу в Белоруссию, оприходу его, потом иду в налоговую инспекцию, пишу заявление на уплату НДС. Заполняю налоговую декларацию, плачу 20% НДС от стоимости в белорусских рублях. Это вообще сложная процедура? На первое время, может быть, да, но потом нет. Привыкаете? Да. Действительно, вникнув в новшество, приняв его, начинаешь понимать, что и почем. Благо, что всегда можно обратиться в отделы консультации контролирующих органов по месту жительства и получить соответствующее разъяснение. В налоговой инспекции по московскому району города Бреста всегда идут на встречу плательщикам, объясняя и подсказывая, как правильно оформить все отчетные бумаги, чтобы впоследствии не попасть в просаг. Итак, какие документы должны быть у ИП, который ввозит товар из стран-членов таможенного союза, приобретая его для розничной торговли за наличный расчет? Предприниматели должны не забывать, приобретая товар в Российской Федерации, либо в странах-членах таможенного союза, они должны попросить у субъектов хозяйствования товарно-транспортную накладную и подтверждение факта уплаты за товар. Это может являться квитанцией о приеме наличных денежных средств, либо чек с кассово-суммирующего аппарата. Этих двух документов будет достаточно для того, чтобы предприниматели уплатили налог на добавленную стоимость при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь в размере 20%. Далее индивидуальному предпринимателю, плательщику единого налога, необходимо самостоятельно определить налоговую базу и сумму НДС. Вопрос расчета вызывает сложности. Берется вся сумма, потраченная индивидуальным предпринимателем, ну если это закуплен товар в Российской Федерации, соответственно сумма российского рубля, умножается на курс Национального банка Республики Беларусь и получаем сумму в белорусских рублях. От этой суммы умножаем 20% на ставку налога, получаем сумму налога, которую должен заплатить индивидуальный предприниматель в наш бюджет. Следует знать, что учет ввезенных товаров на территорию Беларуси и стран таможенного союза ведется индивидуальным предпринимателем, плательщикам единого налога в произвольной форме, а потому он вправе воспользоваться формой книги учета готовой продукции, которая у него уже имеется и используется для заполнения заявления и части второй налоговой декларации по НДС. Важно помнить при ввозе товаров, что уплатить налог на добавленную стоимость следует не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров. Налоговая декларация по НДС предоставляется также не позднее выше указанного числа в электронном виде.